Привет, друзья! Сегодня в неравном бою мы выясним, насколько круче предтоповый 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 2700, чем среднебюджетный Ryzen 5 2400G, на борту которого в 2 раза меньше ядер и потоков и встроенная графика Vega 11. И все это с картой GTX 1080, которую я купил на вторичном рынке и на одной и той же сборке, конкретно моей. Я думал, 5-й сольет по полной, но не все так однозначно. Почему? Да потому что абсолютно в равных условиях и одной и той же сборке, в одних и тех же играх и локациях, результат оказался очень интересным. 5-й не был порван, как грелка тузиком. Готовы? Поехали! Итак, кто не видел предыдущее видео, напомню, что я докупил BU1080 на вторичном рынке, по нормальной цене к процессору Ryzen 5 2400G. И наперед думал заменить и процессор, ведь я занимаюсь монтажом видео, снимаю в 4К и для комфортной работы нужен проц помощнее. Именно потому и прикупил 7-й Ryzen. Хотя 5-й тоже справлялся, но если много всего в проекте, то было куда лучше. Ведь основная нагрузка ложится именно на него. Промониторив цены, заметил, что топ от Ryzen 2700 с приставкой X ощутимо так подороже. Да и цены разные, потому советую выбирать магазин через Е-каталог. Разница в магазинах удивляет. Ну что это такое? Она может достигать 81 доллара. Вообще отлично. В общем ссылку в описании оставлю вам в помощь. Сервис работает как в Украине, так и в России. Убедитесь сами. Тут же проц можно сравнить и увидеть все наглядно. Купил его в одном из украинских интернет-магазинов с доставкой за 7140 гривен. С гарантией 3 года все как положено. Комплект представляет из себя мануал, непосредственно сам процессор, слегка небрежно примятая коробка кулера из завода, не сильно парились видимо, и боксовый кулер с радиатором с уже нанесенной термопастой. Стоп. Не птичий ли это помет? Чет как-то цвет неоднородный. Дальше сам проц, тоже не сильно парились с чистотой. Ну да ладно, главное, чтобы все ножки были ровные, и так и есть. Дело за малым. Заменить проц. Сделаем все аккуратно. Нравятся мне micro ATX корпуса. Небольшой, но уместительный. И доступ быстрый. Если вам нужно знать, что входит в сборку, то опять-таки все будет в описании. Если коротко, то Ryzen 5 2400G, который я меняю на 7-й 2700. Вот материнка Asus Prime B350MA. Но уже лучше покупать хотя бы 450-ю. SSD на 240 гигабайт. И жесткий диск недавно добавил на 6 терабайт. Так как опять-таки повторюсь о 4K видео. Одного терабайта, что тут стоял, катастрофически не хватало. Память 16 гигабайт в двух канале от Kingston. Такс, ну и что тут у нас? Я же недавно чистил. Кажись, я знаю, в чем дело и чья это работа. Ладно, приступим. Тут все просто. Отсоединив провод кулера, откручиваем винтики. И вот, пожалуйста, родная термопаста. Как будто вчера установил. Ничего не засохло, не прилипло. Да и вообще, прот с холодной. Заметьте, какой маленький алюминиевый радиатор. Его вполне хватает. Пыли немного есть, почистим. И гляньте, насколько меньше данный радиатор, чем у 7-го Ryzen. В раза два с лишним. И плюс медный сердечник на радике старшей модели. Кстати, в обоих теплопакет 65 ватт. Так что с небольшим разгоном вполне должен справиться. Посмотрим. Ryzen 5 служил полгода верой и правдой. Теперь поехал к новому владельцу. И еще будет служить и служить. Сколько видосов для канала ты помог мне смонтировать. В общем, прот с как новой. А вот результат полугода работы кулера. Который, кстати, очень тихий. Но чистить хотя бы раз в год, я думаю, нужно. Теперь все как новое. Устанавливаем седьмой Ryzen. Тут все элементарно. Главное, треугольник к треугольнику. Все готово, друзья. Первое включение делаю прямо на камеру, чтобы вы увидели этот момент. Вау, все заработало и нате вам. Подсветка на кулере, которая испортила мне черно-оранжевый стиль сборки. Окей, немного волшебства видеомонтажа. Теперь у нас злой красно-черный стиль. Правда, красный кулер шумноват попался, потому верну оранжевый. Наверное. А пока офигевшая материнка думала, что мол за хрень, где мой Ryzen 5, я к нему привыкла. Смотрим на экран и есть. Все распознано. В первую очередь протестирую в Cinebench R15. Базовая частота 3.2, но по факту немного выше. 1516 баллов в стоке. Это ровно в два раза больше, чем на Ryzen 5 2400G в стоке. Смотрю, проц вообще холодный в простое. 30 градусов это радует. Дальше посмотрим прирост в видеомонтаже. Перед снятием 5-го Ryzen я одной кнопкой в биосе немного подразогнал его до 3.9 ГГц. Получил прирост как в Cinebench R15 в районе 830 баллов, так и в видеомонтаже. Тяжелый 15-минутный ролик сшит с кусков 4К видео и Full HD 60 FPS отрендерился за 22 минуты и 1 секунду. В монтаже я заметил, что на таймлайн в Adobe Premiere на новом процессе предосмотр проходит чуть легче. А в стоке этот же ролик отрендерился за 15 минут 25 секунд. Это на 30,7% быстрее. Хорошо, разогнать данный проц через биос просто нажав одну кнопку не получилось. Изменений 0. Потому в биосе опытным путем я поднял множитель до 37. Без поднятия напряжения и прочего. Все на автомате. Так как материнка условно подходит для разгона. Ведь и мосфеты, и дроссели, и цепи питания проц тут без радиаторов. И уж и так материнку перегревом шанс есть неплохой. Да и оверклокинг дело тонкое, нужно хорошо вариться в этом. И конечно же стоковый кулер проца не даст сильно разогнать его. Это оставим на будущее. Также разгоним оперативу. Опытным путем из 2400 погналось до 2800 без танцев с бубном. То есть у нас легкий разгон. После этого Cinebench R15 уже показал частоту выше. Рендер нашего ролика составил уже 14 минут и 9 секунд. Прирост есть и это уже на 36% быстрее чем пятый Ryzen. Замечу, что температура при хорошей загрузке в рендере достигала уже 72 градусов. С частотой 362-63 ГГц. Но помним, что разгонный потенциал у нашего камня есть. Но и пятый 2400G далеко не упал лицом в грязь. Теперь конечно же игры. Первая и реально крутая игрушка с отличной графикой и скажем так нашей атмосферы это Metro Exodus. Эх, помедленнее кони. Этого синего кстати тяжелее всего убить. Видимо потому что синий. Ладно, смотрим в сравнении. Напомню карта GTX 1080. У кого будут вопросы ядер в Ryzen 5 2400G 4. Но программа показывает и потоки. Получается 4 ядра 8 потоков. В седьмом Ryzen 8 ядер 16 потоков. Я все не выводил для удобства сравнения. Как мы видим разница в 10-15 FPS. Местами в зависимости от локации может достигать и 30. При этом общая загрузка седьмого Ryzen большую часть времени не достигает и 50%. В то время как пятый стабильно загружен выше 50. Видео памяти седьмым Ryzen задействуется на 2 гигабайта больше. Тут конечно прирост ощущается. Дальше у нас Assassin's Creed Origins. Разница при прохождении встроенного теста системы показывает на 10 FPS больше в пользу седьмого Ryzen. В самой игре на одной и той же локации, где больше людей и движения, видим, что с седьмым Ryzen FPS опять повыше. Да и карту он грузит ближе к 100%. Пятый Ryzen загружен местами на максимум, в то время как загрузка карты частенько чуть ниже 90%. Отсюда вывод, что игра действительно процессорозависима. И седьмой Ryzen упирается в карточку, а система с пятым упирается в проц. Хотя замечу, что в обоих случаях FPS более чем играбельный. Поехали дальше. В пару к первой игре добавим еще один Assassin's Creed, более свежий Odyssey. А тут FPS скачет в обоих случаях. Местами FPS даже выше на пятом Ryzen. На нем чуть чаще случались статтеры и прот загружен ближе к пределу. Тогда как загрузка карты иногда ниже 90%. И наоборот, седьмой Ryzen перекуривает и явно он бы был рад карточке покруче. FPS в целом очень схож, как ни странно. И по-моему, пятый Ryzen держится молодцом. Battlefield 1. Как видим, в среднем на 10-15 FPS выше в сборке с седьмым Ryzen. Опять он курит в сторонке без особого напряга. Тогда как пятерка усердно работает. И не сказать, что прям очень большая разница. И по ощущениям, да и в принципе. Но тут я спешу выставить шкалу разрешения на 200. Это то, что подойдет для прохождения и не очень для сетевой игры. Так как FPS делим на 2. Тут упор больше идет уже на карту. Процессоры еще больше расслабились. Карта загружена в обоих случаях на 99%. FPS практически одинаковый с небольшим преимуществом седьмого Ryzen. Battlefield 5. Разница у нас от 5, 10, 15 кадров. Седьмой Ryzen по-прежнему загружен в два раза меньше, чем пятый. Но опять хочу заметить, что Ryzen 5 2400G имеет на борту встроенную графику и стоит в среднем в два раза меньше. По-моему ему простительно в данном случае, не так ли? Как думаете, нормальный вариант докупить со временем 1080 к Ryzen 5 2400G или нет? А я в конце скажу свое мнение. На другой локации ситуация повторяется. Если выставить шкалу разрешения на 200, как и в случае с Battlefield 1, основную нагрузку берет уже карта и уже оба процессора упираются в нее. Потому FPS один в один. Пройдя встроенный бенчмарк Rise of the Tomb Raider, получаем среднюю разницу в 30 FPS, что уже ощущается. В Ведьмаке небольшое преимущество за седьмым Ryzen. Плюс статоры на пятом немного чаще случались. Обе карты загружены на полную в данной локации. Ультра настройки с эффектами волос Геральда. Ну вот, пожалуйста, Ryzen 7 немного на другой локации и в динамичной сцене. Уже FPS пониже. В общем, играбельно в обоих случаях. Watch Dogs 2. Конкретно на этой локации в начале игры разница в FPS есть. Но разрыв, как видите, очень несущественный. Конечно, дело может поменяться в зависимости от локации. И, как видим, все играбельно. Но в седьмого Ryzen, как и всюду, есть хороший задел под более мощную карточку. Но я думаю, даже поставив 2080T к Ryzen 5 2400G, можно было бы играть. Только очень вряд ли это было бы целесообразно. В World of Tanks все, конечно, зависит от локации. Но все равно на Ryzen 7 FPS будет повыше. Хотя оба варианта щелкают эту игру на ультра настройках как семочки. Пожалуй, теперь картина ясна. Я могу подвести итог. Во многих играх Ryzen 7 2700 упирается в видеокарту. И наоборот. С Ryzen 5 в некоторых узким местом является процессор. Тем не менее, отмечу, что он при своей стоимости в два раза меньше, чем Ryzen 7. И при этом, имея встроенную графику Vega 11, вполне неплохой вариант. Я бы даже сказал, что он хорошо себя чувствует в связке с 1080. И показывает себя неплохо. Особенно, если его немного подразогнать. Потому я считаю, что отличный вариант иметь про запас встроенное видеоядро. На случай, например, если ваша карта приказала долго жить. Или просто решили продать, а потом докупить новую. На помощь придет встроенная графика. Или вам особо не нужны игры. Но иногда можно во что-то погонять. Понизив или настройки, или разрешение. Тогда, в принципе, можно обойтись без карты. Или собрали ПК, но без карты, чтобы потом подкопить на нее. Как в моем случае. Для видеомонтажа в Full HD его вообще можно использовать без видеокарты. Проверено. Седьмым райзеном я доволен. Потому что в видеомонтаже в 4К есть профит. Плюс есть задел на будущее. И к нему можно ставить самые производительные карты. Чисто для игр к моей карточке 1080 я, пожалуй, бы не брал его. Ведь есть райзен 5600 и 52600. Отличные игровые процессы, свои деньги. Если собирать сборку с нуля, уже с видяхой самое оно. А так, чисто для игр с картой 1080 я бы не спешил вообще, в принципе, менять свой райзен 52400G. Тем более, найти его сейчас можно за недорого. Да и есть у меня еще один рабочий ПК с ним на борту. О котором уже был сюжет на канале. Слабым местом в моей сборке на данный момент я бы назвал 16 гигабайт оперативной памяти. Ведь монтажные программы очень прожорливы. Особенно в случае с 4К видео. Так что сюда еще добавится 16 гиг оперативы. Ну и материнка. Она рассчитана на средние процы. На ней лучше от греха подальше вообще не баловаться разгоном восьмиядерника. А на этом я всем желаю собрать хорошие машинки под свои нужды. Подписаться на канал, чтобы смотреть всякие интересности из мира техники. С вами был Андрей, канал Smart Plus. Всем спасибо, всем добра и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok